Задолго до Шашикалы и Надиры Кульдип Каур покорила Болливуд злодейскими ролями. Ее всегда будут помнить по роли женщины-вамп в фильме «Байджу Бавра» и, возможно, в ее самом известном проекте «Анаркале». Кульдип родилась в 1927 году в богатой семье землевладельцев из Пенджаба. К сожалению, когда девочке было всего два года, умер ее отец, и все имущество перешло к дяде. В 14 лет Кульдип выдали замуж за наследника королевской семьи, а в 16 она уже стала матерью, родив единственного ребенка. Ее муж был избалованным молодым человеком. Он вел роскошный образ жизни, обедал и ужинал только в дорогих заведениях, владел последними моделями европейских и американских автомобилей. Он очень любил Кульдип и всегда хотел, чтобы его очаровательная жена жила и поступала как современная леди, водил ее по клубам и знакомил с элитой. Лахор в то время был популярным киногородом, поэтому, когда Кульдип начала мечтать об актерской карьере, супруг ее поддержал. Кульдип пыталась попасть в индустрию и, как говорят, завела роман с актером Праном, который уже тогда начал свою карьеру в пенджабских фильмах. Но тут грянул раздел страны, и Кульдип уехала из Лахора, оставив все свое имущество. Уехала с Праном, хотя он тоже был женат. После отъезда в Бомбей, Каур практически сразу перестала общаться с родителями и родственниками мужа. Она решила с головой окунуться в индустрию и была готова сниматься в фильмах на хинди и урду. Продюсеры Болливуда сочли, что ее выразительная внешность, большие глаза и точеная фигура идеально подходят для ролей женщин-вамп и современных светских львиц. Первыми героинями того времени были Дургак Хоте, Насим Бану, Матхубала, Наргиз, Сурайя и Нутан. Барышень, желающих исполнять откровенные роли, было просто не найти. Одним из первых фильмов Кульдип Каур стал пенджабский блокбастер «Чаман» 1948 года. В том же году она снялась в фильме производства Бомбей Толкис «Упрямый» с Девом Аннандом и Каменника Ушал в главных ролях. Все ее фильмы имели хорошие кассовые сборы. И очень скоро Кульдип стала востребованной актрисой второго плана. Она была настолько занята своими ролями в кино, что долгое время у нее не было времени посетить пенджаб и проведать ребенка. С фильмами «Сказка» и «Самадхи» Кульдип стала главной злодейкой в фильмах на хинди. В «Байджу Бавра» она сыграла королеву-разбойницу, которая уводит Байджу с собой. А в «Анаркале» – соперницу Бины Рай, сделавшую все возможное, чтобы помешать легендарному роману Салима и Анаркале. Кульдип была очень противоречивой героиней и помимо своей карьеры в кино, через несколько лет после обретения независимости была обвинена в шпионаже в пользу Пакистана. Она также была замешана в деле о подделке денег. Но жизнь этой незаурядной актрисы внезапно оборвалась в 32 года после поездки в Ширди. Кульдип отправилась в сад, чтобы поесть с кустарника плоды китайского яблока. Колючее вечно зеленое деревце оставило в ее ноге несколько шипов. Верная своему характеру сорвиголовы, Кульдип со смехом вытащила их и ни разу не обратилась за медицинской помощью. Но пара шипов остались внутри. Не приняв это всерьез, она вернулась в Бомбей и возобновила съемки. Вскоре у актрисы развилась лихорадка и инфекция. Она заболела столбняком, который тогда был неизлечим, и умерла 3 февраля 1960 года. Несколько фильмов с ее участием были выпущены уже после ее смерти. Ее муж, который даже в разлуке любил ее безмерно, остался человеком с разбитым сердцем и больше не женился. Через несколько лет, однажды благословляя молодоженов, он пожелал им жить вместе до самой смерти и не оставлять друг друга ни при каких условиях. Спасибо, что досмотрели видео до конца. С вами была Мила. До новых встреч!